Друзья, всем здоровья и хорошего настроения. Спешу поделиться с вами новостями из Японии. Сейчас такая ситуация, что очень много новостей посвящено проблеме коронавируса. Но встречаются среди них и новости напрямую, с ними не связаны. Хотя, так или иначе, не говорите о коронавирусе. Наверное, сейчас Япония считается плохим тоном. Первая новость не очень глобального масштаба, но тем не менее представляет собой интерес, потому что показывает менталитет японцев и их желание, стремление следовать везде правилам и букве закона. Согласно новым предписаниям, для того, чтобы остановить распространение коронавируса, все, кто сдает единый государственный экзамен в этом году, должны его писать в масках. Однако были случаи, когда люди, студенты, учащиеся, приспускали маски при написании экзамена. И вот один из таких молодых людей, по сообщению Меначкей, отказался полностью закрыть лицо маской. И после шестого предупреждения, надо отдать должное экзаменаторам их выдержки, его результаты были аннулированы. Меначкей, правда, упоминает, что, в принципе, те, кто не имеет возможности писать в маске, ну, по каким-то медицинским предписаниям, им может быть предоставлено отдельное помещение для написания данного экзамена. Однако герой новости не сообщил заранее экзаменаторам о том, что он предпочитает писать данный экзамен в отдельном помещении. В результате его экзамен был аннулирован. 17 января, 26 лет тому назад, в городе Кобе, в префектуре Хьогу, случилось одно из самых страшных землетрясений в истории Японии. В результате этого землетрясения погибло почти 6,5 тысяч человек. В память об этом страшном событии каждый год жители Кобе собираются в парке, в городских парках, в главном городском парке. И в этом году, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом достаточно сложная, было решено разрешить проведение поминальной молитвы. Люди собрались и выложили из свечей слово «Гамбаро». Слово относится не только к ситуации, произошедшей 26 лет тому назад, когда действительно очень много людей потеряли своих близких, потеряли дома, потеряли желание и возможность продолжать нормальную жизнь, но оно и относится и к современным японцам, к тем, кто живет сейчас и сражается с новой напастью, как жители многих других стран, название которого коронавирус. «Гамбаро» — это слово «гамбаро» — очень интересный глагол японского языка. Переводится он по-разному. Переводится он в основном «держись», «предлежи усилия». «Давайте приложим усилия». Так звучит это воззвание, которое было выложено, я еще раз упомяну, 17 января в городском парке города Куба из свечей людей, перешедших сюда, для того, чтобы помянуть память погибших. И для того, чтобы не заканчивать наш новостной выпуск на такой не самой радостной ноте, расскажу вам еще про одно событие. На Хагайта, в городе Отувке, где расположено лошадиное пастбище, с 18 по 29 января есть возможность посмотреть, как весело и бодро бегут лошадки по снегу. Выращиваем их там 87 голов лошадей, разделяют на три группы и позволяют им пробежать по три круга, каждый круг 800 метров, совершить такую веселую зимнюю пробежку. Лошадки, конечно, имеют определенный недостаток движения во время зимнего периода, и поэтому для них это огромное удовольствие, и вот, как вы видите, собирается огромное количество фотографов и просто любителей лошадей для того, чтобы понаблюдать за этим зрелищем. Ну и, как мы видим, некоторые лошадки весьма упитанные, поэтому я думаю, что эта пробежка очень полезно скажется на их здоровье. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем здоровья!